Приветствую вас! Конечно, на поверхности лежит рекомендация вам порвать отношения с молодым человеком, но давайте мы все-таки попробуем разобраться с тем, что происходит. Значит, три года вы с ним встречаетесь, полтора года живет вместе, и вот как раз-таки эти полтора года вам и не нравятся, эти полтора года по сути вас не устраивают. Ну вот, давайте подумаем с вами так. Значит, первые полтора года, когда мужчина был для вас только лишь, ну, не сожителем, да, как вот на данный момент, а когда он был для вас именно вот только лишь молодым человеком. Как он себя с вами вел? Вел ли он себя с вами как-то иначе, чем сейчас? Ну, были ли с его стороны некоторые, там, ухаживания, там, может быть, что-то еще? Если да, то в какой момент это прекратилось? Если нет, то вас это, получается, устраивало? Если нет, то если вас это устраивало, то что изменилось сейчас, что устраивать перестало? Надеюсь, мой вопрос вам понятен, потому что, ну, знаете, не очень, не очень понятно, как у вас вообще развиваются отношения. То есть вы пишите, что вот три года вы встречались с ним, значит, эти три года, половину из этих трех лет вы провели вместе, значит, на совместной живоплощади. Он для вас ничего не делает. И непонятно, почему вы позволяете ему для вас ничего не делать. Почему вы позволяете так к себе относиться? Может быть, у вас зависимость от него, может быть, что-то удерживает вас рядом с ним. Хоть может, что-то еще. Непонятно. Но нужно разбираться. Нужно разбираться, потому что иначе вашу проблему не решить никак. Так, это вот то, что можно сказать вам по первому впечатлению от вашего сообщения. Дальше, ну, понимаете, если мужчина изначально вел себя по отношению к вам вот так, как он ведет себя сейчас, то требовать от него изменений каких-то, ну, мягко говоря, странно. Он вам задаст совершенно резонный с его точки зрения вопрос, а почему тебя раньше устраивало все, а теперь нет. И встанет вопрос о ваших чувствах к нему ответить на которые вам будет достаточно сложно. Дальше. Не менее важный момент, на мой взгляд, отличается в том, чтобы вы обосвачили свою позицию, чего вы хотите, и этой позиции придерживались, чтобы вы не отступали от нее. Вот вы нам говорите, что мужчина вас, ну, вообще никак не, ну, не ухаживает за вами никак, да? Понятно. Момент этот понятен, в принципе. Что мужчина за вами никак не ухаживает. Но, простите, мы же ведь не можем заставить его взять и для вас что-то делать. Нужен стимул. Я надеюсь, вы с этим согласитесь, что нужен стимул для того, чтобы мужчина что-то делал для вас. А чтобы у него был стимул что-то делать, нужно его лишить того, что у него есть на данный момент, сейчас. А это, я думаю, то, что он получает от вас. Это, я думаю, то, что вы ему даете. И вот этого его нужно лишить. По моему, конечно, мнению. Сами вы можете, ну, считать то, что вы считаете, и вы в этом правы. У меня нету задачи вас переубедить. То есть подумайте об этом. Подумайте о тех вопросах, которые я вам озвучил. Постарайтесь, по крайней мере, это сделать. Ну, а тогда уже будет ясно. Понятно, что сразу мужчина расставаться, ну, не очень хороший вариант. Почему? Ну, потому что, может быть, он банально думает, что вас все устраивает. Хотя это, конечно, маловероятно, но тем не менее. Вот он думает, что если вы ничего ему не говорите, или если вы особых претензий ему не предъявляете, ну, наверное, вас все устраивает. И поэтому ничего не делает. А если серьезно ему дать понять, что вам надоело, вам не нравится, как он себя ведет, то тогда, может быть, он что-то начнет менять в своем поведении. И это будет означать, что он вами дорожит. Это будет означать, что вы ему дороги. Это будет означать, что он хочет сохранить отношения. А если не начнет ничего делать, значит, вы ему безразличны. И бороться за эти отношения, в принципе, не имеет смысла, потому что вы в них одна крутитесь без него. Неплохо бы задать ему вопрос по поводу того, что вы сами писали в своем письме. Какой вопрос? Ну вот, вы говорите, что все деньги молодой человек отдает своей маме. Хорошо. Откуда вы знаете, что он отдает все деньги своей маме? Это он вам сказал, что отдает все деньги своей маме? Или это вы сами знаете? Особенно, если он у мамы не бывает. Как-то вот странно получается. Молодой человек, у которого вроде как есть куча потребностей, и отдает все свои деньги маме. Причем с мамой практически не видится. Согласитесь, вызывает вопрос. Также вам нужно, ну, желательно бы спросить у него, а почему, собственно, он ничего не покупает в ваш дом? Имеется в виду в дом, в котором вроде как он живет. Ну, если ты живешь в доме, ты же должен что-то вкладывать. Чем объясняет свою поверсию ваш молодой человек? Попробуйте это у него уточнить. Вот это для начала. А дальше следуйте по тем направлениям, которые я вам описал. Если есть от мужчины зависимость, то ее нужно прорабатывать. От нее нужно избавляться. Если зависимости нет, есть просто надежда, что все образуются, само собой, то от этой надежды тоже нужно избавляться. Само собой ничего не образуется. Пока мужчине выгодно то, что происходит, это будет происходить. Пока вы не будете активно решать свои интересы, это тоже будет происходить. Ну, что делать, решать только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.